Доброе утро, Полтава! Доброе утро, предприниматель, ну собственно и в спорт. В какой отрасли вы предприниматель? Полиграфии и рекламы. Я вижу, в последнее время вы активно ставите вопросы жестко о жизни самого города. Вы откуда, кстати, приехали? Родился я в России, в Калужской области, в связи с семейными обстоятельствами. Я думаю, приехали сюда. С 90-го года вы полтовчанин, будем считать. Даже с 89-го. А почему именно в Полтаву приехали? Ну, здесь родители родителей жили, собственно. А, то есть, в принципе, ваши корни здесь. Да. Можно говорить, что вы коренной полтовчанин, несмотря на то, что родились... Телеграфия тоже у вас в Полтаве, да, находится? Да. Что вы занимаетесь? Почему вот именно вот такую позицию вы воспринимаете? Сейчас вы ее будете озвучивать. Я знаю, может быть, какую сразу озвучу. Да. И озвучьте сразу же позицию свою. Вы тут, пока мы шли, говорили и о мэрии, и вообще о положении в городе. Ну, позиция моя какова, допустим. Ну, то, что я считаю, что в Полтаве, в городе, как в таком, или в хозяйстве, в коммунальном городе не должно быть политики. Мы не должны делиться на партии. Ну, не мы, а весь город, собственно. Вот есть у нас там 42 депутата и мэр. Каждого этого депутата выбрали от какого-то округа, наверное, какая-то определенная часть людей. И, собственно, этот депутат должен представлять интересы этой части людей, а не бегать по всему городу, что-то рушить, ломать. Но некоторые депутаты по-другому считают, они ставят вопрос иначе. Я работаю по всему городу. Есть такая у них риторика. У некоторых. Я не говорю за всем. Если это на пользу, пусть работает по всему городу. Но в первую очередь. Ну, в первую очередь, он должен представлять интересы тех людей, которые отдали за него голоса. Свои, там, то есть, там, 500-600 человек, которые проголосовали на его районе. То есть, от его района, от его округа выбрали этого человека. Делегировали полномочия. У нас практически никто не знает, кто депутат. Хотя планшет в горсовете, на сайте, везде вся информация есть. Я периодически пользуюсь этой информацией, когда я хочу понять, там или на... Ну, я возвращаюсь. Я когда задаю депутату вопрос, а почему вот тут... Есть депутаты, которые жестко работают на своем районе. Есть такие. На Рыбцах, вот, в частности, как бы там ни было. Но там человек, депутат, он его окучивает, он там все, все, все старается туда. А есть депутаты, они как-то вот по-другому. Скажите, вы, вот, последние события с аркой связаны. Я видел вашу позицию, вы достаточно жестко стоите в этой позиции. Можно сказать, даже бесстрашно. Арка, это наша арка, которую перепокупали, перепродавали. Там что-то происходит непонятное. И сейчас закрыли металлом. Ваша позиция? Моя позиция какова? Изначально, честно говоря, ну, как вот, недели две назад, как первый раз срезали там ворота. Я в этом всем даже участвовал. Я поддерживал жителей дома. Я думал, что, вот, ну, люди борются за свое, там, территорию какую-то. А вы где именно отдаете? Я где? Ну, да, не в центре. Ну, живете в районе. Не в центре. В районе Рассоша нет. В районе Боженко, точнее. Ну, вот, как бы, я думал, ну, как-то вот, послушав все вот это вот, что вокруг происходит, я принял решение, что, наверное, надо людям помочь каким-то образом. Я поддерживал их активно. Но, увидев вот это вот все, что происходит после него, ну, хорошо, снесли ворота, срезали все, классно, людям освободили проход, вроде бы, людей все удовлетворило. Но за эти две недели, которые вот прошли с того момента, дело юридически не сдвинулось с места ни на шаг. То есть, никто не отменил выделение этой земли, даже, наверное, скорее всего, не подав позову до суду о отмене вот этого вот решения городского совета. Да, на каком сейчас вообще этапе вот сама земля, расскажите, потому что у нас... Ну, я, честно говоря, там не копался во всей документации, но, судя по всему, то она на том же этапе, то есть это... Как было выделено, так и осталось. Да, так она и осталась, собственно. И никто не... Какому-то предпринимателю, который застраивает, вроде бы, Степаненко, да. Предпринимателю, который ее застраивает, она как и было выделено, так и осталась. Никаких движений в этом направлении сделано не было, чтобы юридически решить этот вопрос правильно. И теперь, собственно, я понимаю, что закон действительно на стороне предпринимателя. И я был неправ, я неправильно думал в то время, как... Я был удивлен, я не знал, что вы изначально были вот так. Ну, вот так вот, я поддерживал, да, я вот думал, что... А сейчас я понимаю только о том, что даже вот эти вот люди, которые сейчас связываются в борьбу за эту арку, типа, как бы помочь людям, они на самом деле не хотят им помочь, им это не нужно. Им нужна просто шумиха в округах, предмет какой-то, о котором можно говорить, на котором можно пропиариться. Вот это вот моя точка зрения. А скажите, вы знаете, мы говорили о депутатах изначально, кто депутат в этом округе? Нет. Ну, я вам отвечу, я знаю. Это депутат Чубенко от Свободы. Вот я его здесь видел один раз только. Вот это к слову о том, что депутат должен напикливаться своим районом и заниматься этим районом. А занимаются сейчас этой аркой все, кому не лень. Да, практически. А ваше отношение к тому, что происходило на 23 сентября и происходит на данный момент? Там вообще беспредел, я считаю. Если здесь еще можно было говорить о какой-то на тот момент, о какой-то там властности, что оно належит ОСБ, все-таки это часть какого-то дома, а там это абсолютно, ну, не скажу ничья, это городская территория, которую выделили. И, в принципе, как утверждали мне участники тех манифестов, которые были против этих мафов, говорят, да, земля выделена по закону. Земля выделена по закону, здесь можно размещать мафы. Только нельзя как бы строить там с фундаментом то, что они говорят. Я говорю, а какая разница? Я говорю, построят с фундаментом красивый магазин. Хорошо же будет? Хорошо. Или лучше поставить там рядом стоит такой зеленый, зелено-белый какой-то маф, круглый, с дырявой крышей. Я говорю, вот так вот, 10 вот таких вот сооружений. Я говорю, лучше вот так поставить. Пусть будет грязно, но по всему эту позицию я тоже как бы не разделяю. Ну, в любом случае, как бы там ни было, если вы против того, что выделить там землю, против строительства, решать нужно все в правовом русле. То есть нельзя просто так прийти и что-то сжечь. Вот сегодня мне не понравится там, допустим, ваш дом. Ну, скажу, господин Демидович неправильно дом построил, не по закону. Да, я так думаю, я думаю, что он построил его незаконно. То есть я этого никому не доказал никак, юридически. Просто я так считаю. А кстати, как вы думаете, на 23 сентября, там тоже довольно, это же все рассматривают просто мафы. Я смотрю немного иначе. Я вижу там огромный универсант. В него еще в свое время коммунисты вложили ошеломляющую сумму денег. Он существует по сей день. Он работает. Он приносит не только прибыль тому, кто владеет сейчас этим магазином, но и люди идут, покупают, люди голосуют своей гривой. И тут в мафах будет продаваться практически тот же самый товар. На каких-то других условиях, может быть какие-то скидки. Это будет конкуренция. Конкуренция. Это нормально. Я считаю, что это нормально. На рынке должна быть конкуренция. Возможно, не таким, с каким-то жестким способом, чтобы найти компромисс, чтобы не было конфликта. Я просто к чему веду. Кстати, вот по этому поводу один из комментаторов моих постов в фейсбуке написал, что а не может ли быть заказчиком сожжения вот этого всего? Видел я этот коммент. Я выяснял, нет. То есть владелец универсамы... Собственно, я же говорю. Ну, это же говорю. Как вариант такого. Еще вопрос стоит по поводу того же 23 сентября. Вот строятся эти мафы, там жгут забор рядом в 50 метрах. Немного правее, если смотреть на универсал, если полтава банка. Точно такой же маф строится, точно с таким же забором. Я вам скажу честно, у меня под большим вопросом полтава банк отделение там построено. Каким образом? В виде мафа, не мафа и фундаментно, не фундаментно. Вот такая вот получается у нас какая-то избирательная правосудие, избирательная... Как вы считаете, вот как предприниматель, почему некоторая часть жителей Полтавы обозвлены и не желают вообще видеть мафу? Ведь в Европе это считается как здравоохранительностью, это нормально считается. Есть, да, это нормально и так и должно быть. Но это этап развития экономики, уличная торговля. И мафы как такие. То есть с этого все вырастает. С мафы вырастает торговый центр на самом деле. Магазин Вогник, кстати, насколько было жутко, а сейчас посмотрите. Я там жил, кстати, определенное время в районе пятой школы. И там вот этот вот, нам страшно было пройти. Да. Сейчас построили нормальный магазин. Да, он уже не в виде мафы, он в виде магазина. Что самое интересное, я недавно встречаю знакомого, он выходит с Вогника. Ну, я его пошутить, подкалываю. Говорю, что в рюмке мне заходил 50 грамм выпить. А тут сейчас такое не продают. На разлив водки там нет. Я, честно, я... Там есть нормальные продукты, можно... Я зашел туда из интереса, посмотрел там... Ну, разливается немножко. То есть есть какой-то этап развития. То есть если человек удачливый бизнесмен, думающий, он имел возможность поставить маф, со временем он понимает, что есть прибыль, куда ее девать. Ну, либо в амшорную водить, либо вкладывает в развитие для того, чтобы... У нас сейчас еще один из скандальных таких объектов, которые собираются строиться, это Ледовый дворец, который... Я к чему подложу, да. Да. Как бы вот лично у меня даже мои знакомые друзья разделились на два плана. Одни... Нет, мы хотим там шашлык жарить, и там будет зеленая зона, зачем ее уничтожать. Лично мы с Сашей там буквально вот недавно видели... Там жесть. ...освежеванный труп собачки, который был распятый, снимали передачу на этот фон. И люди поделились и на вторую часть, которые говорят, что берем давайте гадюшник, останется все равно несколько колочков зеленых для шашлыка, пусть там не так много. Ну, берем вот как бы место, где люди употребляют, злоупотребляют алкоголем и могут творить всякие часа. Ваше мнение. Ваше мнение, да, потому что... Там 17 гектар земли, если не ошибаюсь. Там много. Ледовый дворец займет максимум 2 гектара, если его будут строить. Это вопрос даже не в Ледовом дворце, опять же. Ну, реально, 25 лет, ну, сколько вот я живу, даже 27 уже живу в Полтаве. Тот парк никто никогда не называл парком. Это была забытая территория. Ну, туда я не знаю, кто там может отдыхать и как там можно отдыхать. Ну, реально. Я, допустим, после 9 вечера побоялся бы туда пойти, например. Даже будучи здоровым, как я есть мужиком, но я боюсь туда пойти. Пойти погулять там с ребенком, я боюсь. Может дерево на голову упадет. То есть, опять же, можно найти компромисс, очистить ту часть. Можно, да, можно, что бы там ни построили. Ледовый дворец там, или, не знаю, каток, футбольное поле, дом жилой, неважно. Просто, ну, если это делать, уже привлекать инвестиции в город, опять же, для строительства. Это еще один плюс постройки чего-либо там, это привлечение инвестиций. Построить что-то, но обязать застройщика вместе с выделением земли облагородить остальное участок территории. То есть, построить красивую набережную, по которой бы можно было пройтись, прогуляться вечером. Побегать. Посидеть на лавочке, побегать для кого-то, кто занимается спортом. Я не знаю, ну, ловить рыбу, не ловить рыбу, это уже дело каждого. Ну, в принципе, можно было. Можно облагородить какой-то кусок территории, там поставить несколько кунгов под... Мангальчики. Под мангальчики, под жарку шашлыков. Чтобы, ну, при желании люди могли приехать, ну, только же убирать за собой нужно. Понимаете, да. Ну, вот и драпарки начали делать понемножку. Ну, вот такая вот ситуация. Я вижу это так. Надо оставлять все как есть, вот этот вот, ну, захолустье, забытый кусок территории. Я просто поймаете, я вам скажу честно, вот ряд вопросов мы подняли, сейчас с вами разговариваем, общаемся. Я поймал себя на мысли, вот, Арка, 23 сентября, Мафы, сейчас Ледовый дворец мы зацепили. А как вы думаете, вот эти все вещи кто-то обдуманно все-таки предлагает? Я к чему веду. Я знаю, что у нас есть в районе парка Победы каток, практически еле действующий, дышащий на ладан. Я знаю, что в экваторе каток тоже периодически закрывают, там делают бог знает что. То есть, все равно его как такового нету. Какая будет судьба? Давайте гипотетически. Все мы согласились, построили там Ледовый дворец. А будет ли он существовать? Я к чему веду. Занимаются ли вот этими предложениями градостроители, те, кто понимает и создают. Ведь Ледовый каток, это не просто дворец, это не просто Ледовый дворец, это целая инфраструктура. Чтобы я, будучи живя на Юровке, хотел туда приехать и свободно мог приехать. На сегодняшний момент экватор, он в принципе в зоне досягаемости только тех, у кого есть машина. Без машины туда начинается проблема. И метро, то же самое. Без машины туда не доберешься. Транспорта как такового городского нет. То есть, инфраструктура не развита практически. Я вот к чему, вот мне интересно, как вы видите. Мы можем рассуждать, быть там дворцу или не быть. А никто, я не слышу аргументированного предложения, что ему быть, потому что. У нас один аргумент. Там сейчас загажено. Все. Ну, можно же другие методы найти, расчистить. Просто почистить все, это привести в порядок, выпилять кусты, поставить лавочки и не вкладывая таких ошеломляющих средств. Ну, а кто будет вкладывать даже вот в расчистку этого парка, в лавочки и во все остальное? Они же там назад и не получат. Город? А у города есть деньги? Говорят, есть. И в области говорят, есть. Ну, а привлечение инвестиций со стороны, разве это не лучше? Ну, если как говорят вот о этих 100 миллионах. Нет, я просто к чему веду. Я не знаю, сколько там выделят. Это то же самое, что я сейчас начну рассуждать о вашем бизнесе. Я в нем не понимаю. Но сейчас буду что-то выделять. Но и у противника этого вот. То же самое, да. Они не имеют никаких, ну, ни одного, не знаю, профильного там архитектора, градостроителя. Вот что самое страшное. Да, да. Чаще всего, любую проблему, которая сейчас скачается в городе, чаще всего, как те, кто за, так и те, кто против, а не аргументов, как таковых. Мне не нравится. Мне тоже не нравится. Мне кофишка не нравится. Я хожу пить кофе во Франсуа. Я, в принципе, я тоже принципиально не захожу в нее. А там я не покупаю. Принципиально он мне не нравится. А вот это возле Сума кофишка тоже кафе вот это. Блина или битерия, да, что там. Я с нее боролся с первого дня, чтобы ее здесь не было. Но, тем не менее, мне не нравится, я туда не иду. Но люди идут. Наверное, людям надо. Значит, оно им нравится. Значит, есть потребность в этом. Ну, как бы спрос порождает предложение. Если бы люди не хотели там ничего покупать и были действительно против этих мафок всех, их бы не было просто. Никто бы него не содержал просто так за свои деньги. Вот я с вами со стороны предпринимателя говорю. Принципиальности народа вообще присутствует. Сколько в вашем мировоззрении, как вы считаете, сколько процентов населения все-таки активных? Кто могут выйти, чего-то добиться, прийти, вот как вы... Ну, процентов пять в лучшем случае. В лучшем случае. Ну, на среднем процент вообще-то не считаю, да. А сколько вы видели местных жителей, когда приходили в арку чего-то добиться? Двоих. Голова у СББ и помощники, вот, и, собственно, больше. Ну, я, честно говоря, не знаю. А вы еще были и таких же, как вы, наверное, приехали на тот момент, да, помогать им много? Ну, скажу вам честно. Ну, были там, как бы, спилка у СББ или как оно правильно называется. Ну, самих жителей домов как-то как-то не было. Ну, я не знаю, не могу утверждать, что их там не было. Скорее всего, что они там были, я просто их не знаю. Но из тех, что я знаю, допустим, их было двое только. Все остальное, это были какие-то там громадские активисты. Партийные? Партийные организации. Ребята лет по 15 в масочках с палочками. Ну, те же самые, в принципе, которые наблюдались на таком месте. Я, когда был и видел это все, я был очень расстроен. Почему? Потому что некоторых или многих там из этих людей, которые срезали ворота, вот это все делали, я их знаю с положительной стороны. Я к ним отношусь тепло и с уважением. Я знаю их патриотизм. Я знаю, что они за Украину. И самое страшное, я видел то, как их патриотизм используется в каких-то оригинальных целях. Вот это, у меня, я был расстроен тогда, очень. Ну, политика, это так же самое, как религия. Можно сказать, та же самая секта. А вообще, хотелось бы, наверное, чтобы мы находили компромиссы в любых вопросах, чтобы не было разрушений. Перед тем, как что-то разрушить, построите что-нибудь, а потом рушите. Вот это хорошая фраза. Потому что, к сожалению, у нас все только рушится. Ну да, вот на улице солнышко, весна. Строим, копаем огороды, садим помидорчики. Ну, вот такой у нас был гость Сергей Золин с своей гражданской позицией, который приходил, поддерживал манифестантов возле Аркти. А потом подумал и решил не поддерживать. А в результате изучил вопросы и стал немножко в другую позицию. Изучайте вопросы и находите компоненты. Прежде чем куда-то идти, да, надо глубоко понять, что происходит. Всем доброго утра, удачного дня. До свидания. Пока-пока.